Здарова, пацаны! Здарова, девчонки! Куда же без вас? Это самое... Снимаю шляпу! Друзья мои, всем привет! С вами я, Антон Чейз. И сегодня в мою лысую голову пришла просто гениальная идея. Что если варить пельмени в электрочайнике? Но это в следующем видео, а в этом другая идея, чуть менее гениальная, но тем не менее тоже неплоха. Да, что если в карьере купить всех футболистов, всех приличных футболистов с фамилией Трауре? На самом деле их не так много. Ну, штуки три с половиной, не больше. Но я попробую всех, кто более-менее попадает по мячу, собрать в одну команду в Брест, потому что я люблю дранники. И посмотрим, на что эти ребята способны. Да, мы их собираем в французском чимпе, потому что очевидно, что там самая большая плотность Траурей. Трауров. Вы поняли, приятного просмотра. Лайки, комментарии, колокольчики, подписки, рецепты вкусной еды приветствуются. Начнем знакомство с составом. С самого известного, наверное, Трауре в мировом футболе. На данный момент это Адама Трауре, он же босс качалки. Он же, сука, скупил все масло по акции в ближайшем магните. FM традиционно рисует ему ужасные скиллы, хотя в реальной жизни, ну, парочку-то неплохих сезонов Трауре выдавал. Но у него ментальные скиллы на уровне 13-летнего Детенсайда. Инсайда. Инсайда. Это смешно получилось. Алиу. 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 Короче, Трауре. Что мне про него можно сказать? Когда-то он блистал за Манчестер Юнайтед. Наблистал аж на ноль матчей. Ну, в принципе, это неудивительно, учитывая такую технику. Чтобы вы понимали, фейспак, который у меня стоит, ему уже года три. И, то есть, на этом фото футболисту лет так 18 максимум. И уже такие мощные, солидные, мужицкие усы. Как будто это не Алиу Трауре, а Михаил Михалыч какой-нибудь. В общем, далеко пойдет. Большим начальником будет, если в футболе не получится. А в футболе у него явно не получится. Продолжаем дальше. Это Амаду Трауре. И знаете, что? Большое удобство, что почти у всех Трауре есть второе гражданство Франции. Потому что иначе их тяжело было бы зарегистрировать. То есть, пришлось бы там редакторам некоторые моменты подправлять гражданство, раздавать. Но нет, тут все четко. И Амаду Трауре, воспитанник Богдо, совсем не исключение. Судя по его прическе, над ним часто пролетают птицы с недержанием. Бабои-е! Трауре, следующий футболист в нашем списке. Опять печальные скиллы. Но это неудивительно. Чек играл до этого в команде. Боже мой. Футбол-клаб 93. Бубиньо. Бай-но-леет. Гагни. Возможно, это фамилия трех великих футболистов. Известных в очень узких кругах. Очень нерешительный футболист. Всего лишь четверочка. То есть, такой весь... Я просто Бабоия. Но, с другой стороны, если бы Василий, если бы меня звали Бабоия, как бы наша жизнь сложилась, непонятно, кем бы мы были. Вторая звезда в этом составе, это Бертран Трауре. Реально очень солидный футболист. И по скиллам поприличнее даже, чем Адама Трауре. Потому что, кроме скорости, ему можно и мяч доверить. Да, правильно? То есть, и техника есть, и какие-то удары. И издалека может шлепнуть, и пас отдать. В общем, вот на него реально есть надежды. Ну, в отличие от Бабакара Трауре, на бумаге он опорник. На поле он бездарь. Ну, потому что опорник с отбором 11. Ну, или центральный. Окей, ладно. Бокс-ту-бокс. С пасом 13. Выносливостью 12. Без скорости. Это все очень сомнительно. Абраим Трауре. 18 лет. У него неплохой потенциал в игре прописан. Но сейчас это просто, ну, просто кошмар. Но это один из лучших ЦЗшников с фамилией Трауре. На секундочку. Чарли Трауре. Чарльз Трауре. Называйте, как хотите. Приличный футболист. Реально неплохой. Для флангового защища хорошие сбалансированные скиллы. Имеет неплохой опыт выступлений в Лиге 1. Нам пойдет. Человек с нескромным именем. Шейх Трауре. 27 лет. На правый фланг. И здесь уже чуть более печальные скиллы. В менталке и в технике. Но выбор, честно говоря, мой невелик. Это лучший. Это лучший Трауре. То есть, вы понимаете, кого я в команду не взял. Там вообще кошмар. Вот, пожалуй, реально тоже очень солидный футболист. 150 матчей за арену. Ну, не просто ж так. Ну, а вот парень, посмотрев на которого, я могу сказать, что он явно очень умен. И, собственно, его ментальные скиллы намекают, что это правда. Это у нас, получается, левый атакующий полузащий. Скотт Дивуара. Скотт Дивуар неплохая футбольная страна. За Сосуола. 97 матчей. Так, стоп. И почему я об этом футболисте слышу впервые вообще в жизни? Как так? Ибраима Трауре центральный защитник. И мне про него совсем нечего сказать. Ну, центральные защитники с фамилией Трауре. Это какое-то проклятие. Они вообще ничего не умеют. Вот Ибраиму Трауре, я помню, в той же FIFA он частенько в пакцах выпадал. Там что-то типа 75-й рейд. Но это еще неплохо. Кстати, у меня вот, например, FIFA 12. И у него скорость была хорошая. Даже сейчас в 34 у него весьма неплохая скорость. Думаю, что для Лиги 1 пойдет. Наверное, единственный нормальный центральный защитник в нашем составе. Это крепыш Исмаюль Трауре. 14 отбор, 14 опека, игра головой. Такой крепкий, сильный. Даже скорость есть в 35-то лет. Только вот я бы на его месте снял бы эти сережки. Потому что, как известно, сережки носят либо пираты, либо уважаемые в наше время люди. Но я не играю за команду Орландо Пайратс. Правильно? Еще один чувак с таким нескромным именем. До этого был Шейх. Теперь это Калиф. Калиф Трауре. Центральный защитник. И вновь просто ужасные скиллы. Хотя, когда-то был в Академии ПСЖ. Наверное, начинал перспективным парнем. Ужас. Ла Синат Рауре. Сейчас он играет в Шахтере. Забивает весьма неплохо. Да и вообще, а известен тем, что однажды за Аякс в одном матче забил что-то типа 7, 8, 9, 10. Возможно, даже 50 голов. Какой-то бедной команде. Ну, вообще, в Эридивизе частенько выползают такие нападающие с невероятной статистики, которые потом проваливаются в более солидных чимпах. Вот из ярких примеров моего опыта. Это, например, Афонсо Алвиш. Такой чел играл, по-моему, то ли в Твенте, то ли в Алкмаре. В одном матче тоже забил 8 или 10. Перешел, вроде бы, в Мидлсбро. Могу путать. И там забил Гала-2 за пару лет. Я знаю, что есть еще другой, более, наверное, известный. Хотя, не знаю. Короче, другой лосинат Рауре, поигравший за Анжи ЦСКА. Но его в этой базе нет. Походу, он то ли завершил карьеру, то ли как Страус просто затаился, спрятался в такой команде. Не знаю, где-нибудь в Румынии, возможно, играть он там начинал. Либо как футбольный гастарбайтер пошел зарабатывать на Восток. Короче, я не знаю. Да и хрен бы с ним. Другой Адама Трауре, по-моему, вообще в этом составит 3 Адама Трауре. Или 4, или 5, или, может быть, тут все Адама Трауре. Короче, Адама Трауре. Ну, более-менее сбалансированные скиллы. По флангу побегать этого хватит. А вот это Антон Трауре, да. Кого-то, наверное, удивляют Антон и Игорь Трауре, но я все объясню. Дело в том, что я не нашел ни одного, даже самого маломальского вратаря с фамилией Трауре. Представляете? Это какой-то кошмар, поэтому, ну, пришлось сделать вот так вот. И еще один Адама Трауре, довольно неплохой, кстати, с довольно приличной карьерой, в которой был Монако, Хал Сити, Лиль, португальские вояжи. Вот, собрались ребята, все в ряд, встали в схему, молодцы. С одной стороны, можно сказать, что комментатору матча, который это все будет смотреть и комментировать в нашем виртуальном пространстве, не позавидуешь, да. Потому что, как отличить с другой стороны, ты не ошибешься. С мечом Трауре, пас на Трауре. Трауре, Трауре, Трауре. Трауре забивает, Трауре пропускает. Трауре, Трауре, Трауре. На самом деле, состав, конечно, довольно слабенький. По превью сезона нам говорят, что мы будем 13-й, но у меня есть определенные сомнения во всем этом. Ну, давайте промотаем сезончики, посмотрим, что из этого получится. Ну, а получилось почетное 19-е место без шансов. Абсолютно без шансов. 22 очка до зоны спасения. 20 очков практически. Хуже нас только Клермон. Я не знаю, что там за состав у этого вашего Клермона. Кого там они... Может, они собрали всех футболистов с фамилией Петров? Игорь Тудор. Он же какую-то неплохую команду тренировал недавно. Марсель. В Ювентусе работал. Ужас какой. Скатился вот до такого кошмара. Ну, что ж там за бесты? Лучший их футболист это пожилой Гонолон. Ну, слушайте, такой футбольный крепыш. А если... Ну, в 22-м Эфеме, по крайней мере, решали деды. Самый дорогой игрок стоит 2 миллиона долларов. Саиф Эдин Хауауи. Лукас Кюблер. Ну, слушайте. О, Уфрие. Это многое объясняет. Все. Вопросов больше нет. Мы занимаем 19-е место. Может быть, там кубок какой-нибудь цыпанули. Как вообще с ПСЖ? Хотя Депортиво было обыграно в товарищеском матче. Я этот товарищеский матч не назначал. Игра сама так решила. Может быть, игра меня отсканировала вебкой и... А если я сниму футболку с кем-то, да, мы сыграем? С командой Александра Невского? Короче, в ПСЖ мы влетаем 5-0. В первом матче тут небольшая серия из поражений. Примерно 100 матчей. Как-то вот, да, вы знаете, вот... Вот начинали-то неплохо, в принципе. Вот здесь вот, да. Но потом что-то пошло не так. Откровенно говоря. И в кубки отлетели от вообще непонятно кого. А в ранче какое-то. И до конца сезона с ноября получается всего одна победа. И та над Клеромоном. Ну, само собой, ПСЖ чемпион. 100 очков. Поражение от Ниц и от Анже. Но кому до этого и сделало. Лучшим Траурой в нашем составе был Лосина Трауре. Забивший 10 голов. Хотя по оценке... Довольно парашное, кстати. Всего лишь 6. И 6. С копейками средняя. Интересно, почему. Лучшим по оценке был Адамат Трауре, который бегунок. Хотя у него всего лишь 4 плюс 1. Другой Адамат Трауре с 1 плюс 4, а? Как я видел. Мне кажется, люди, игравшие против нас, просто не запутались. Типа, как? Куда? Какого Трауре крыть? Просто прикиньте, да? Ты защитник. Тебе орет тренер. Накрывай Адама Трауре. И ты не знаешь, а какого? А что? И ты просто бум. И все. Вот так вот мы, да? И добились наших великих 5 побед. Ну что, ребята. Традиционная минутка Кыси. Идем? Знаете, это она так на вид, как будто... Я понял. Хлеб сказать, это она такая на вид недружелюбная. На самом деле, она просто душка. Нет, она просто мне втрепала, как Майк Тайсон. Минутка респекта, друзья. Тоже, как бы, куда же без нее. Во-первых, респект досмотревшим, поставившим лайк, оставившим комментарий. Подписавшимся на канал. И также, вот этим ребятам. Хрыч Дрындыч. Сатыгу написал. Заслал. Хейтер66. И написал, Антон, твои видео просто великолепны. Нам не нужна карьера за летний дождик. Снимай то, что снимаешь. Спасибо. Такие слова от хейтера максимально ценны. Подписюнчик, Палтос. Антон, привет. Спасибо тебе за видео. Очень познавательно и весело. Не знаю, что ты там познал из моих видео. Но вот сегодня ты узнал, я думаю, штук 15 новых трауре из мира футбола. Кирюха Палтос. Привет из солнечного Курганинска. Знаете, Курганинск звучит как название города, если там есть команда, за которую нужно карьеру в ФМ сыграть. Правильно? Но Кирюха пишет другое. Жду от тебя привет. Привет. И карьеру за Юру Мавсисяна в ФМ. Это странно. Есть футбольный клуб Юра Мавсисян? Если есть, то хоть завтра новая серия. Первая серия. И чеснок 30. Антоша. Привет, как дела? Жив и слава богу. Друзья мои, кто хочет вот сюда вот, да, как бы да, приветы-приветы, это информация по этому вопросу в описании. Также там более полезная информация. Это ссылочка на прошлое видео. Гляньте его, если не смотрели. И на мой твич-канал, где я стримлю ежедневно. Жду вас там, либо в следующем видео. Увидимся. Пока.